Ускорить расселение. Владимирская прокуратура через суд добивается соблюдения прав жильцов дома 11-19 на улице Крупской. Аварийным здание признали еще в 2019 году. Уже тогда его износ составил 72%. Однако городские чиновники запланировали расселение жителей на декабрь 2025 года. То есть мы просим администрацию принять меры по обеспечению жилищных прав собственников в порядке предусмотренном статье 32 ЖК. Но подразумеваем под этим, конечно, предоставление им денежной компенсации. Выкупной стоимости в таком размере, чтобы они могли купить такую же квартиру, какая у них была. Только, скажем так, на вере. В администрации гордо заявили, что позицию прокуратуры не понимают. Их не устроила якобы размытая формулировка требований. Кроме того, чиновники убеждены, что назначенная имя дата расселения разумная, а перенос сроков пойдет в разрез законодательством. Фактически поданы абстрактные требования, поданы с игнорированием действующего постановления, которое не отменено. То есть на каком основании изменять данный срок при неотмене постановления, тоже не совсем понятно. Это все-таки нарушение. Зданию 88 лет. Живут здесь порядка 25 человек. Экспертизу о признании дома аварийным они провели за свой счет. Но по неизвестным причинам мэрия приняла результаты только спустя три года. Люди боятся, что расселения они не дождутся. Здание просто рухнет. По их словам, дом уже прогнил, фундамент размыло. Здание начало оседать, а стены сплошь в трещинах. Я не знаю, может дом оседает. А потом уже появились и трещинами пошло. И уже дыры появились. И поэтому мы все это закрыли ковром. И вот так вот не снимаем ничего. Зимой здесь прям дует в дыру. Вот прям дует, прям вот конкретно. В конце сентября прошлого года местные жители получили от мэрии уведомление о сносе дома. Он находится в проекте застройки территории. Люди подозревают, что дата признания дома аварийным откладывалась намеренно. Ведь за этот период застройщик пообещал жильцам, что они получат квартиры в новостройке. Но только если жилье в старом доме приватизируют, рассказывают жители. И они, словам представителей компании, поверили. Условия выполнили. Но новых квартир людям так и не дали. Так что жители начали подозревать что-то неладное. Одно из другого вытекает. Обследование дома было в 19-м году. В 21-м году застройщик встречался с жильцами. Привел аргументы, что вот вам выгоднее будет приватизировать, я вас расселю. Люди пошли, поверили ему, приватизировали. И в итоге ничего не получили. И вы сейчас на это ссылаетесь. То есть получается, на самом деле, ситуация как-то... Вы сейчас говорите, что вы собственники. Но в 21-м году мы же не были собственниками. Мы не хотели проблему решить. Но пока дом аварийным не был признан. Я понимаю, но администрация затягивала признание дом аварийным. Не сами жильцы затягивали. Представитель компании-застройщика на заседание не явился. В этой связи судья не стал выносить решение, а перенес разбирательство на 15 марта. Мы будем следить за развитием этой истории. Анастасия Козлова, Александр Агафонов, 6 канал.